Ого, смотрите, как из-за жары плавится машина здесь. Краска вон вся облазит даже. Ну, естественно, первым делом мы поесть приехали. Так, хоть какое-то доказательство, что вот Джеки Чан отель называется. Ну и вот тут вообще какие-то джунгли прям. Дорога вон чуть-чуть туда еще продолжается, буквально прям километр и все, конец. Натуральный шоколад. Да, первый раз еще. Если кто в курсе, что это цветочки напишите в комментариях. А так вообще, короче, в природе прям живем. Тут прям джунгли. Сейчас мы еще на такой чудо технике прокатимся до центра этой деревни. Так, а теперь сейчас мы посмотрим, что продается вот в этом маленьком магазинчике. Йо, ребятки! Это Марина. Я Саша. Все, с этой комнатой мы тоже прощаемся. С Малайзией сейчас тоже будем прощаться. Заканчиваются потому, что у нас визы. Сейчас поедем опять обратно в Таиланд. Но мы сейчас поедем с друзьями, с нашими, с китайскими. Так что с ними пока что не будем прощаться. Ну, а с этим домом пока прощаемся. Ого, смотрите, как из-за жары плавится машина здесь. Краска вон вся облазит даже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА тут на самом деле всего лишь прям 100 с лишним километров мы два часа вот едем уже конечно темнеет но и за дождя ничего особо не видно видов никаких нет пару раз там были какие-то прям реки на дорогах мы вот кое-как проехали некоторые даже разворачивались они что здесь прям боятся на самом деле в воду хотя тут постоянно вот сезон дождей когда все затапливает но сейчас страховку делаем на машину какой-то интересный такой не на вот нулевой километр какой-то между таиландом и малайзии получается ну и все и вооружа будем на месте ребятам он не выходя из машин можно все сделать а нам с мариной придется пройтись вот тут наверно где-то ставить штампы вот это вот да мы узнали новость получается 7 дней нам точно надо провести где-то в таиланде получается то есть назад мы не можем нам даже пометку там сделал что не можем раньше чем через 7 дней возвратиться в малайзию прикиньте но это получается 3 раз уже подряд будет но такие вот он искал правила у них так мы теперь нам всем над пешочком пройти сейчас все тайски поставим штампы надеюсь что с ним все быть нормально вроде второй раз все въезжаем за это путешествие блин все везде течет сезон дождей вообще конечно ужасное время все капает везде ешкин кот но с таиландом пока вроде без проблем теперь 45 дней можно здесь находиться вы и здравствуй таиланд савдикап как говорится блин погодка конечно но мы будем получать в каком-то есть поехали все голодные ужас просто ой там как холодно я чувствую там на всю кондиционер плюс ну такой вот у нас столик получился рыбка том-ям какая-то зелень не знаю что это такое и там по моему рыбу естественно рис но и всякие тоже напитки идут в комплекте такой вот компания мы собрались потом вот поедем вот слева от меня тайский друг он получается вот китай учился с нашими другими друзьями но потом поедем к нему в гости но сегодня здесь пока будем подчивать вот так вот было до вот так вот стало после все мы наелись спасибо чуть-чуть осталось правда чуть даже не доели жить мы сегодня вот здесь вот будем такая комнатка представляете сегодня будем жить втроем впервые когда я даже не помню мы когда-нибудь снимаем вот идет к китаем когда путешествовали там кто нас подвозил по дороге в город мы иногда смотрели в отеле спали там втроем по-моему так было да отель называется джеки чан хотя джеки чаном здесь конечно не пахнет но ничего такого тут двухспальная кровать и вот третья еще тоже отдельно кроватка телек есть вай-фай сейчас пытаемся подрубить здесь вот туалет раковина душ тоже такой местный ну даже вон фен есть так хоть какое-то доказательство что вот джеки чан отель называется больше никаких признаков джеки чана здесь нет к сожалению все наши друзьяшки уезжают мы остаемся здесь в таиланде пересаживать снова машин сейчас поедем куда-то там далеко-далеко в джунгли будет интересно я надеюсь джеки чан джеки чан джеки чан так мы куда-то прибыли сейчас я вам покажу карту просто вообще самый-самый практически конец вот это вот озеро было там по пути но и вот тут вообще какие-то джунгли прям дорогу он чуть-чуть туда еще продолжается буквально прям километр и все конец рядом малайзия тут вокруг 20 километров в одну сторону 20 в другую а мы вот где-то здесь будем жить такие вот дружки у нас тут появились уже на горизонте серые утки как в сказке так ну давайте продолжим знакомство с местными тут животными тоже вот какие-то я не знаю наверно тоже либо утятки либо гусятки маленькие совсем прям курочки вот есть с петушком сидят вместе тут все конечно в загонах дальше вот есть козочки они кстати почему-то их вообще не используют ни для чего не молоко не берут не яйца у кур не берут просто ему вот нравится за ними ухаживать наблюдать ух ты ух ты ух ты какие голодные вот это черное ням 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 а че ты не хочешь ей давать да почему не хочу хочу конечно она меня пальцы отгрызет запросто такой рот прям как как будто человеческие зубы ну и самая массивная вот такая вот лошадь еще здесь есть он сказал что она правда больше не будет расти вот ей два года сейчас марием зовут такая красивая местная лошадка тайская какая-то порода поэтому вот она собственно только такого роста получается бывает я чуть-чуть боюсь правда но вот лошадка кушает я хотел чуть-чуть показать ну и вообще тут конечно атмосферка такая вокруг одни джунгли которые вот мы проезжали озеро но она чуть-чуть отсюда вот не видно там рядом с дорогой прям были места здесь конечно чуть далековато но и да основном тут конечно вообще джунгли ну и у нашего чувачка вот они дуриановые деревья вот это вот большущие прям смотрите какой огромный вообще и вот он сажает еще сейчас маленькие то есть они здесь вот вообще вокруг везде идут вот это наверное манго но манго он не занимается а дуриана он продает получается то есть но сезон был летом что-то там юль август по-моему сказал манго но сезон тоже не сезон для манго мы опять попали вообще в межсезонье как обычно блин дождик начинается но тут конечно столько всего интересного хочется вам тоже все показать все и сразу есть вот дерево какао тоже говорит продает смотрите вот так вот растет какао мы даже сами ни разу не видели вот из этого можно делать шоколад получается он как много плодов вот эти вот прям большие но естественно банан тут вообще везде эти кокос тоже вообще везде тут вот мангостины растут еще на домик я вам уже наверно завтра покажу потому что сейчас уже как-то смеркаете там внутри темновато и дальнейшие там эти тоже обзор вам сделаю наверное все уже завтра для вас правда три секунды пройдет там или пара минут ну а мы сейчас поспим потом будем показывать дальше наш друг тоже пошел какао воровать я не знаю там его матери наверное его родители и огород блин его правда плохо видно вон он сейчас нам сорвет только какао показать а ну вон да он прям много вообще плодов я посмотрим что такое какао вот и какао нам привезли да она похожа на папайю кстати вы кен мэйк чокай очень тяжелый тяжелый сейчас мы его разделаем посмотрим что там вообще внутри происходит йоу че-то такие эти странные какие-то не похожи на самом деле на какао но че будешь пробовать так ну давай попробуем что ли тогда мне кажется это похоже на какой-то личи да ммм 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 Вот эта беленькая, она кисленькая, а внутри, да, как будто бы, ну такая горьенькая. Внутри вот, черная. Натуральный шоколад получается. Никогда не пробовали, да? Да, первый раз вообще попробовали. Ну вот, я же вам говорил, как быстро, смотрите, у нас уже утро настало, а вы там вообще даже не запарились. Значит, давайте покажем, вот так вот наша комнатка выглядит, спим вот в таких вот условиях. Ну это мы сейчас, просто там было все застелено, мы сейчас просто сняли, стираем все эти вещи. Сейчас уже, правда, время обеда, мы сейчас уже даже готовим, в принципе, обед. Такая вот тут, получается, гостиная, телевизор, правда, не работает, но тут вот куча еще какого-то инструмента лежит, он пилит там дрова и костит траву. Еще волонтерит, получается, немножко, то есть рядом с дорогами они вот, какие-то тут у них волонтерское движение, они периодически вот костят траву. Ну вон, кстати, можно отсюда даже видеть, вон там вон все покошено. Сегодня что-то день рождения, или сегодня, или завтра день рождения, по-моему, предыдущего короля, и вот, в общем-то, как-то праздник, они к этому празднику подготовились. Здесь вот мы в основном тусуемся, ну а тут вот уже кухня идет. Сейчас готовим уже обед, мы позавтракали, чистый кофе там попили с шоколадками там и с ништяками, а сейчас вот готовим чуть-чуть. Уже такой более полноценный обед. Ну кухня тоже вот так вот выглядит, все тут заставлено, все расставлено, холодильник, стиралка, все тут вместе вообще. Стол, шкаф идет, ну и на улице тоже есть продолжение. Наш дружбан тут готовит, курицу сейчас будет сделать. Тут тоже. Кари. Кари? А, you like curry? Yeah, I like curry. Кари сейчас будем делать. Индиан. Идем. То есть тут продолжение кухни идет. Ну и так тут задний двор получается, а ну вон тоже есть, даже еще горелка. То есть тут да, целая кухня еще получается. Ну и все вот так вот на природе все находится, прикольно. Такие тут и джунгли, и его тут огород везде вокруг. Там вот родители у него живут, как мы вчера показывали, он оттуда вот этот какао нарывал. Тут получается каучук, какие-то каучуковые деревья где-то. Какие-то вот дуриановые там его, вон бананы там растут. Куча тропических всяких, короче, деревьев. Ну и в принципе все. Вот и весь дом. Ну и вот там еще одна комната есть, и еще одна комната. То есть в одной он живет сейчас. Он на самом деле у него жена с ребенком еще есть, но они сейчас в другом городе. Может быть через недельку к ним поедем тоже в гости. О, я даже ошибся, тут получается вот еще три комнаты. Вот там он живет, и вот еще тут две комнаты. Ну здесь вот занимается еще цветочками. Если кто в курсе что-то за цветочки, напишите в комментариях. Тут вот уже большие тоже растения у него есть. Там еще какие-то разные, ну в общем-то ему нравится, да, вот и домашние животные ему нравятся, и растения. Тут вот сушатся у нас как раз вот вещи, которые мы постирали. Постельные. Ну и в принципе все. Там какой-то сарайчик еще. А так вообще, короче, в природе прям живем. Тут прям джунгли. Вчера вечером вообще такие звуки тут просто сумасшедшие были. Вроде тишина, но с другой стороны очень вот эти вот джунгли пели, кричали, орали. Не знаю там, чем они занимались, животные. Но обычно вроде говорят, что когда такой громкий звук, то они там интимными делами занимаются. Вот такой вот у нас стол получился. Тут вот карри, тут какие-то грибы с зеленью. Что там он, оливки говорил, да? Ну я, конечно, не вижу там оливки, но какие-то может раздробленные. Это со вчерашнего дня мясо. Ну и чуть-чуть фруктов, овощей свеженьких там. Бабы. Да, вот такие вот какао-бабы еще есть. Мы тоже едим. Все вместе там. С сырыми прям. Ну все, всем приятного аппетита. Сейчас мы еще на такой чудо-технике прокатимся до центра этой деревни. Посмотрим, как там обстановочка. Уже немножечко опасненько. Вот там. Тут еще такая горка прям идет сразу. И мы тут так сидим непонятно. Но интересно, как минимум. С люлькой. Давно я с люлькой не катался. У меня у папы было раньше тоже доцикл с люлькой. Ну, не такой, конечно. Какой-то там Юпитер пятый, типа того. Ну, а здесь вот свои у них. С ветерком едем. Тяжело, конечно, байку, походу. Но ничего страшного. Я думаю, справиться. Вот так вот центр вот этой деревни, получается, выглядит. То есть такой вот мемориал. Сейчас я вам расскажу еще про это место. В общем-то, получается, нам вот его родители рассказали, что вот эта вся деревня... Ну, сейчас уже, конечно, смешение тут произошло. Но в свое время они там с каких-то 60-х по 90-е годы у них в Малайзии была какая-то коммунистическая там стычка. В общем-то, никак там не мог... Какая-то гражданская война получается. То есть вот эта вот вся деревня, они основали, получается, все эти вот коммунисты, которые бежали из Малайзии в те годы. Ну, и вот у них тут памятник есть. Вот он нам сейчас рассказал, там такая небольшая тоже какая-то небольшое помещение. Там хранят кости коммунистов. То есть те, кто умирает, их там сжигают. И вот кости остаются, они их складывают туда. Не знаю почему, но вот такая вот у них тут система. Небольшой зоопарк. Вот у них тут есть гуси, петухи, как у него дома. Блин, как они орут громко. Ужас просто. Олени. Олени? Или что это? Во, один олененок подходит нам. Эй, hello. Дуэст пекин, блядь. Блин, гуси, хватит орать. Ёшкин кот. Вон, и второй ещё идёт сюда. Hello, hello. Гуся видит, они пришли. Он такой хороший. Ёш, ёш, ёш. 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 О, а вот тут вообще куча, короче, этих оленей. Получается, их на продажу. То есть, они вот разведением ещё тут занимаются. И потом кто-то их ест, скорее всего. Блин, ну тут, конечно, такая атмосферка вообще просто суперская. Реальные джунгли прям. Смотрите, какие деревья просто высоченные. Правда, дорога не очень. А мы на этой штуке ещё сейчас тут будем пытаться проехать по природе. Ну нет, здесь на самом деле какая-то дорога. И, по-моему, к водопаду идёт. Я не знаю, мы сейчас до него доедем или попозже. Но вообще и вон туристы приезжают. Ну там, сразу сказал, учителя из соседних городов больших. То есть, местные туристы. Но всё равно. Интересное место такое. А, ну до водопада он сказал, там, конечно, пешком надо идти. Поэтому мы, может быть, завтра прогуляемся. Сегодня ленивый у нас денёк. Куда ёкаться? Мы хотели посмотреть. Там вот буйвол обычно, он говорит, приходит. Но что-то сегодня никого нету. Вот второй раз проезжаем. Пустая полянка. А здесь, вон, люди лодки, получается, делают. Чё-то никого нету, но сейчас там куча народа была, когда мы туда проезжали. Такая интересная, конечно, деревушка. И, да, находитесь прям вообще в джунглях практически. Озеро, вот не знаю тоже, если мы доедем, которое мы там проезжали. Прям красивое тоже. Какой-то вот магазинчик у них тут есть. Ну, он говорит, штуки три, наверное, на весь, на всю деревню. И вот тут ещё они рыб разводят. Блин, классная такая деревушка прям, вообще ужас. Никого не видно, правда. Но я думаю, что там дофигища рыб внутри. Занимаются чем-то там, вон, каких, лосей разводят. Тут рыб разводят. Он вот дуриан ещё продаёт. Получается, тут тоже они выращивают много всего. Развивают, тут какой-то экотуризм ещё. Ну и вот прям, да, деревушка такая миленькая вообще. Тут и есть-то, я не знаю, там 100 домов максимум. Ну, прям благодать. А, вот они, карпов тут этих выращивают, наверное, декоративных. Тут вот, да, я говорил, какие-то учителя приехали, получается, в соседний город. Ну, и вот гостхаус есть. Говорит, 500 бат стоит. Без кондиционера, но с вентилятором. Ну, так, конечно, дороговатенько, но других условий, скорее всего, тут нет больше. Так, а теперь сейчас мы посмотрим, что продаётся вот в этом маленьком магазинчике. Давай, рассказывай. Я вижу здесь какие-то исторические книжки, типа брошюрки. Потом я вижу напитки, некоторая канцелярия бытовой химии, есть бич-лапша и кокосовое молоко. Соусы, куда же без соусов. Люди готовят, тут живут, едят потом. О, вот соленья. Знаете, такие, как кимчи, корейские, вот они тут есть. 20 стоит, значит, 40 рублей такой пакетик с капустой. Сладости, естественно, купил, покушал и пошёл на водопад. Тут есть вот пирожки по-тайски. Вот так выглядит. Ещё тут есть казинаки вот такие. Ну, сладости. Ну, и вы можете заварить здесь кофе и попить. Также какие-то шоколадочки немножечко есть. Всякие ващельки есть. Ну, и, конечно же, есть алкоголь. Такой вот интересный. Интересные такие бутылки. Какой-то прям местный как будто. Там он заграничный какой-то там. А эти вот местные прям бутылки какие-то красивые. Ну, так тут, конечно, всё необходимое, в принципе, есть. Всё как вот в обычном 7-11. Это такое, получается, местный 7-11. А там он что-то про политику начинает разгонять люди. Ну, они, конечно, не понимают нифига. Для них это где-то там вообще очень далеко и всё. И смеются и так далее. Ну, а нам, конечно, грустновато. Какие-то вон беседки тут стоят ещё. Есть вон даже, смотрите, баскетбольные площадки. Не суперпрофессиональные, конечно, но детишкам, я думаю, пойдёт там бросаться мячиком. Такая атмосферка вообще бомбовая. Деревья такие большие везде вокруг. Костёр какой-то горит. Но это он что-то нам рассказывал. Да, они ходят тут пилить тоже ходили. И вот жгут сейчас. Вы только послушайте это. Люди засыпают, джунгли просыпаются, как говорится. Ну, вот они тут ещё развивают, получается, экотуризм. То есть тут в моём деревне вообще в самой, я не знаю, тут глуши находятся. Ну, вот тут есть какая-то тайская ассоциация. Они тут вот развивают этот экотуризм. Приводят местных туристов сюда. Небольшая тут инфраструктура есть. То есть вот гостхаус я вам показывал. Вот есть такие ещё палатки. Вон там можно наблюдать, что внутри происходит. Ну, такое прикольное, конечно, местечко. Там вот речка бежит. Если слышать шум, но особо уже не видно, конечно, ничего. Ну, вот такая вот тут палатка тоже есть. А это вот как раз он из экотуризма. Вот этот чувак, он тут живёт сегодня. Они тут вот приезжают, развивают. Ага. Вот такие вот тут условия, получается. Найс, найс. Спасибо. Тоже тут, конечно, такие звуки. Просто послушайте, это ещё 5 секунд. Тут вот в деревне есть специальный дом, где, походу, занимаются починкой байков. Сейчас наш дружбан тоже приехал, там подкачать колёса надо ему. Чё-то подспускают немножечко. Ну, и сейчас покажем ещё вам какой-то, ну, как типа рыночек или магазинчик. Но они вот привозят, получается, с ближайшего города еду сюда. И вот он заказ там сделал. Сейчас мы заберём его еду, ещё что-нибудь подкупим, посмотрим ассортимент, какой там есть. Классная, конечно, тут атмосферка. Реально, как в деревне. Как даже в российской, как будто бы. Только с тропическим привкусом. Тропические деревья. Люди, дома чуть необычные, потому что у них что-то всегда тепло, поэтому не надо их утеплять. Наоборот, пытаются охладить максимально. Ну, вот с этими байками тоже, конечно, тут отличия. Машины чуть другие. В основном вот Тойоты. Ну, и, естественно, пальмы вокруг деревьев. Вон там каучуковые деревья. Куча тропических разных фруктов вкусных. Ну, вот и магазин. В 100 метрах буквально. Сейчас посмотрим, что они там навезли интересного. Что тут вообще можно купить. Но ассортимент, конечно, не очень огромный. Тут вот сладости, например, какие-то булочки в основном. Вот местные есть. Сейчас, может, что-нибудь купим, попробуем. Еще тоже вот булочки. Какие-то крекеры. Ну, вообще, прям по минимуму. И чипсы уже идут. Тоже тут в перемешку все, вон, с лапшой вместе. Снеков вот зато всяких много разных. Не знаю, надо тоже сейчас что-нибудь купить. Сейчас чемпионат мира по футболу идет. Вот мы иногда смотрим мачи вчерами. Вот надо что-нибудь, может быть, взять такого. Похрумкать. Тут вот кое-что есть, получается, помидоры, огурцы, какая-то зелень там, капуста, картошка. Ну, так тоже по минимуму. Фрукты вообще, вон, манго и, ну, типа, мандаринов, но это вроде апельсины. Да, что-то, конечно, прям маленький выбор, но ладно, придется что-то брать нам, в любом случае. Ну, вот такую вот груду всего мы накупили, несколько тысяч пакетов. И это, получается, ну, тысяча-полторы где-то в рублях, если. Тут манго, вот эти вот апельсины, мандарины, куча снеков разных. Тут вот ништяки, вкусности всякие, овощи, фрукты. Ну, так, всего по чуть-чуть, короче, взяли. Рыбки там взяли, курицы. И, по-моему, креветки, если я не ошибаюсь. Сегодня будем что-нибудь готовить прикольненькое. Такой прикол сейчас. Разбираем местный холодильник. У него тут, в общем-то, вот так вот выглядит холодильник. Но сейчас что-то выкидывает, что-то не выкидывает. Джем. You can't buy. Джем? Джем? Sweet and spicy. Джем. Spicy. Соус. Окей, соус. Расскажи, что выкинули уже. Не, они ничего такого не выкинули пока, потому что, допустим, здесь одни пакеты, потому что он выкидывает в основном всю еду, которую испортил. Само выкинули практически только рыбные такие-то там продукты. Он выкидывает вот на улицу, прям туда гнить. Может быть, там, кто подберет, собаки. Вот, а тут одни пакеты. Ну, там, да, тут, конечно, вообще бардак полнейший, но вот сейчас он начал разбирать. Половину он там поначинал, и, ну, все просто лежит и портится. Просто открывает там пачки, допустим, и все. Соус. Угадайте, что это за овощ или что это вообще за такое. В общем-то, это банановый цветок, который он сейчас пошел, сорвал и сказал, что могу приготовить. Вот я сейчас вижу его в разрезе, похоже на капусту. Как будет на вкус, мы сейчас посмотрим. Мон приготовит, а мы попробуем. Такая вот у нас пирушка получилась. Рис, салат, Марина там себе что-то тоже настругала. И карри, картошка с этими. Кальмарами. С креветками. Со вчерашнего дня там чуть-чуть осталось. Соусы добавились. Ну, и, в общем-то, приятного аппетита. Я думаю, что будет вкусно довольно-таки. Все, ребята, извините. Наше видео подходит к концу, потому что каждый день вообще идут дожди. Не можем мы никуда больше выбраться. Только вот сидим в основном дом. Прям последние два дня вообще не переставая идет дождь. Ну, и вот водопад. Мы так и не доехали. Озеро так и не поплавали. Ну, теперь, может, либо в следующий раз, либо, не знаю. Может быть, и вообще никогда сюда больше не вернемся. На этом, да, заканчивается наше видео. Вы там все равно давайте лайки ставьте, комментарии пишите. На канал подписывайтесь. Дальше там еще будет интересно, потому что мы завтра уезжаем отсюда. Уезжаем в другое место. Но, собственно, в следующем видео узнаете, куда мы поедем. Так что не переключайтесь.